Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Путь о православии в нашей жизни». Сегодня у нас в гостях человек, который много лет и за день в день помогает родителям и детям в разных сложных ситуациях. Этой очень ответственной работой занимается Ольга Леонидовна Смирнова, уполномоченной при губернаторе Архангельской области по правам ребенка. Здравствуйте, Ольга Леонидовна! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии, Ольга Леонидовна. И мне бы хотелось, чтобы в ходе нашей с вами беседы сегодня мы поговорили не только о вашей очень важной работе, но и о вас лично. Хотелось бы немножко подробнее узнать о том, откуда вы, о ваших корнях. Вот если можно, мы бы с этого начали. Ну, у меня корни изначально, вот если говорить о бабушке, о дедушке, то они из Краснобургского района Архангельской области. Но так получилось, что папа еще в молодые годы свою жизнь связал с городом Екатеринбурга. В то время это был город Свердловск, вот родилась я там. Вот, ну и так получилось в жизни, что дальнейшую жизнь я все равно была в основном связана с Краснобургским районом. Потому что бабушка, дедушка, у меня умерла очень рано мама, у меня было 9 месяцев всего. Поэтому меня в большей степени, значит, помогала воспитывать ее очень большую роль в моей жизни и судьбе. Вообще сыграла тетя моя, это сестра родная папы. В общем-то, я ей безмерно благодарна. И я хочу сказать, что у меня были замечательные бабушка, дедушка, замечательный отец и замечательные сестры. В общем-то, вот таким образом у меня складывалась моя судьба. Поэтому вот когда, если кто-то из детей бывает, вот как бы страдает, и, видимо, вот несмотря на то, что 9 месяцев, кажется, ну это вроде бы и маленький возраст, но все равно остается, вот видимо, эта боль утраты в сердце. Я очень всегда беспокоюсь и всегда очень так вот сердечно переживаю, когда если какие-то проблемы возникают у детей. Видимо, вот это все-таки с детства сохранилось, потому что, как бы там ни было, когда потеря мамы, это означает в жизни, конечно, очень такое печальное. Оставляет, видимо, даже в маленьком ребенке. Вот я так вот как бы на себе иногда ощущаю. Вы знаете, Ольга Леонидовна и дорогие телезрители, вот я позволю поделиться своими такими ассоциациями. Вот, зная вас, у меня вот такое восприятие, что вы, как наша главная мама области, помимо того, что вы главный правозащитник наших детей, вы еще являетесь и матушкой, женой православного священника. Это вообще уникальнейшая ситуация, вот вообще у нас, наверное, в России. И как вы совмещаете вот эти две высокие должности, два высоких поста? А у нас вот среди уполномоченных по праву об ребенка есть разные, в общем-то, представители разных конфессий. Но я хочу сказать, что у меня среди вот друзей, есть вот среди уполномоченных уже новых моих друзей, вот прекрасное, замечательное есть вот друзья среди, значит, среды мусульман. И я хочу сказать, что вот верующие люди, когда вот они действительно истинно верят, значит, и вообще проповедуют какие-то традиционные конфессии, конечно, это всегда в основном, значит, заложено, что они с уважением относятся друг к другу прежде всего, потому что, несмотря на то, что, как бы, может быть, какие-то у нас разногласия есть в планах религии, но в целом и в общем, значит, мы все прекрасно понимаем, что на первое место надо ставить это добро, значит, отношение к человеку, это внимание к людям, и, конечно, это любовь. Любовь к людям, любовь к семье, любовь, значит, к Богу. Конечно, на первое место всегда, как бы, ставится любовь к Богу, но любовь к семье, это все равно, как бы, она передается через любовь к Богу. И поэтому мне как-то это совершенно наоборот, мне кажется, мне это помогает в жизни. И я как-то, как бы, в общем-то, сама порой себя больше оцениваю в каких-то, может быть, поступках, каких-то моментах. Я иногда к себе очень бываю придирчивой, очень категорично могу отнестись. И если у меня что-то не получается, допустим, как-то наладить, может быть, с кем-то диалог, я прежде всего говорю сама себе, что это ты не можешь этого сделать, а не тот человек, который там, допустим, с чем-то обратился или подошел, или свое мнение начал высказывать. Поэтому, как бы, всегда стараюсь к себе более категорично относиться. Ну а потом, вот, вы знаете, я ко всем людям отношусь с большим уважением, и несмотря там на какие-то там их, значит, может быть, уклоны там, и какого-то вероисповедания или еще чего-то, я не ставлю это вот во главу угла. Для меня человек, если он человек, то это прежде всего, значит, я уже сказала основные черты вот характера, которые мне нравятся в людях, и я с уважением всегда к ним отношусь. Поэтому здесь, как бы, в этом плане я не чувствую какого-то такого, вот, знаете, разногласия своего внутреннего душа. Ну, по сути, православие, оно и учит относиться так к людям, ко всем, вне зависимости от того, какую религию они исповедуют. А вот интересный такой момент. Вот есть такой расхожий штамп, что религия государства, это вообще совершенно такие раздельные области. И вот в вашем случае, совершенно на практике, да, то есть вы совмещаете в себе, получается, и государственную должность, и самым непосредственным образом исповедуете православие. То есть нет ли вот этого внутреннего какого-то... Ну, вот я уже, как бы, начала говорить до этого, что я не чувствую какого-то такого внутреннего в себе там, скажем так, противоречия или ещё чего-то. Наоборот, вот я уже сказала, что мне вот с одной стороны, как бы, в общем-то, моё, видимо, вот это вот отношение, вот переосмысленение каких-то вещей, я ведь тоже не сразу пришла, скажем так вот, как вот, может быть, сказать, что ведь все мы, в общем-то, крещены были в разное время. Вот я, например, крестилась, когда училась в интернатуре в Северном... Ну, сейчас вот Северный государственный медицинский университет, то время был это медицинский институт, вот я крестилась во время интернатуры. Потому что в детстве вот как-то так получилось, видимо, что, значит, ну не получилось меня, скажем так, покрестить. Вот я сама как бы к этому подошла, но дело всё в том, что потом вот, потом вот как бы какие-то ведь всё равно были периоды, когда вот ты мог зайти в храм, когда ты не мог зайти в храм. Но когда вот с тобой происходят какие-то в жизни моменты, и, в общем-то, эти моменты довольно-таки непростые, ведь говорят о том, что Господь действительно нас всех по-разному приводит, и как-то к себе вот так вот, может быть, и настраивает, это приводит, пути Господни неисповедимы. Вот, и, в общем-то, были такие периоды в жизни, когда вот действительно происходит переосмысление твоё, и ты видишь, что как действительно тебе вот именно вера в Бога, и как тебе вот это помогает выжить в каких-то ситуациях. И это, в общем-то, со мной тоже происходило. И поэтому я считаю, что на сегодняшний день вот сочетание, скажем так, вот действительно веры и любви, и плюс вот этой работы, оно, наоборот, вот как бы ещё мне даёт больше возможностей, может быть, как-то даже в большей степени переосмысливать боль других людей и помогать вот при каких-то таких вот ситуациях. И вот когда ко мне, допустим, кто-то обращается, и даже если я понимаю, что мне очень сложно, я не всегда смогу помочь, то я всё равно, значит, в общем-то, всё сделаю, хотя бы даже вот и побеседовать с человеком, и поддержать его, и всё, что в моих силах, значит, всё равно использовать и сделать, но помочь как-то чем-то, даже если я в целом не смогу оказать помощь, вот ту, которую, может быть, хотел бы данный человек в данной ситуации. Потому что, к сожалению, тоже не всегда всё зависит от меня, и даже порой бывает очень много других объективных, субъективных причин, которые могут не всегда дать возможность помочь. Но вот это даже мне в какой-то степени, вот в большей степени это мне помогает. Ольга Леонидовна, ну вот насколько я понимаю, вы, будучи человеком православным, матушкой уже были в государственной сфере. То есть это работа главой района Красноборского, потом депутатская должность, вот сейчас уполномоченный. То есть вот это совмещение, да, вот оно шло как-то параллельно всегда в вашей жизни. То есть для вас уже, наверное, естественное такое состояние. Ну я ведь, будучи депутатом областного собрания, когда была, я вышла замуж, я вообще-то вышла замуж за человека с образованием, значит, в общем-то он работал механиком, и он не был в это время, значит, священником. Он священником стал вот как раз после, может быть, вот тех моментов, которые были со мной связаны, вот именно когда у меня происходили периоды в жизни не очень такие вот, скажем так, приятные, потому что я очень сильно заболела, и поэтому, в общем-то, вот тогда это переосмысление прошло, и вот он тогда именно принял решение пойти вот и стать священником. А в это время я уже была, в общем-то, главой района. Поэтому вот, понимаете, ведь здесь вот как бы к этому приходят люди в разное время и в разные моменты жизни. Но я очень рада, что у меня такой муж, во-первых, он очень добрый человек, и я считаю, что он действительно вот священник, ну скажем так вот, ну, наверное, такие должны быть священники. Да, отца Олега мы очень все любим горячо. А вот если говорить о ваших церковных послушаниях, может быть, немножко об этом расскажете? Ну, я думаю, что, к сожалению, к великому, наверное, надо бы вот как, если вот в том понимании, как очень многие считают, что матушка должна бы участвовать в жизни, допустим, прихода, то, конечно, у меня так участвовать, к сожалению, не получается. Я вот как могу, я готова всегда содействовать, помогать каким-то моментом, участвовать. Но вот, значит, меня избрали в ревизионную комиссию, и я, в общем-то, стараюсь делать то, что там необходимо, вот именно в плане вот прихода. Но я еще раз повторяю, что вот в том понимании, в каком, может быть, должна бы трудиться вот матушка в храме, конечно, так вот я как бы на сегодняшний день не могу. Почему? Потому что в силу того, что я бываю, может быть, в какие-то моменты занятые, у меня какие-то командировки, бывают еще что-то. А вот, и, конечно, в силу вот этих определенных моментов, но ту помощь, какую вот я могу оказывать, какая она мне посильная, я готова всегда ее, конечно, оказать и сделать. Ольга Леонидовна, ну вот, насколько я понимаю, вообще ситуация в Институте уполномоченных по правам ребенка у нас в России, она довольно уникальная, в том плане, что по инициативе Павла Алексеевича Астахова есть трудотворное сотрудничество с Русской Православной Церковью. Ну, я хочу сказать о том, что ведь вот наш регион, он явился первым, и вообще Северо-Западный федеральный округ, вот именно уполномоченные по правам ребенка Северо-Западного федерального округа предложили провести совещание в Архангельской области по взаимодействию уполномоченных по правам ребенка с Русской Православной Церковью. Вначале мы провели совещание в 2014 году, оно было именно в сфере защиты прав детей на семью, и, в общем-то, это совещание, оно вызвало очень большой интерес, и тогда было принято решение сделать площадкой Архангельской области именно по вопросам взаимодействия уполномоченных по правам ребенка с Русской Православной Церковью. И вот в этом году у нас это уже второе совещание прошло именно с Северо-Западного федерального округа, но с приглашением уполномоченных из других субъектов. Я хочу сказать, что вот все эти уполномоченные, которые у нас побывали, которые поделились опытом, а вот за тот период с 2014 года по 2016 год, я хочу сказать, что вот благодаря тому вот совещанию у многих уполномоченных было налажено вот более плодотворное сотрудничество, и очень многие моменты стали решаться совместно. И это дает свой, конечно, положительный результат. Поэтому вот мы планируем и в дальнейшем вот это сотрудничество продолжать. Насколько я понимаю, наша митрополия, она все-таки в таком авангарде идет. И даже ваша работа была отмечена, насколько я знаю, этой весной патриаршей высокой наградой. Я вас сердечно поздравляю с ней, Ольга Леонидовна. Да, это для меня очень, конечно, такая ценная, я считаю, что награда, но я все время говорю, это Владимир, как раз вот к тысячелетию, значит, князя Владимира, вот эта награда. Но я хочу сказать о том, что, значит, я считаю, что она мне, конечно, как бы дана еще и авансом, потому что я считаю, что такая высокая награда, конечно, должна даваться, наверное, людям еще большим, сделавшим в этом направлении. Но для меня, конечно, она очень ценная. И когда мне ее вручали на съезде уполномоченных, конечно, для меня это было, ну вот, скажем так, очень трогательно и внутренне волнительно. Вы знаете, ну вот, если так каким взором те вот проекты, которые осуществляются вот вместе с приходами нашими, вот в нашей митрополии, то ведь очень много уже сделано, действительно. И, может быть, вы немножко так вспомните самые яркие такие моменты, вот где удалось. Ну, я хочу, во-первых, поблагодарить прежде всего, наверное, значит, митрополита у нас, Архангельского и Холмогорского, Даниила, который, в общем-то, всегда приветствует любые вот какие-то наши начинания и тоже поддерживает их. Но, с другой стороны, я хочу сказать и о том, что ведь вот этих начинаний, наверное, могло бы и не быть, если бы прежде всего и вот не губернаторская поддержка, потому что я ведь уполномоченный при губернаторе Архангельской области. И, конечно, я всегда, как бы, какие-то моменты, я же сверяю прежде всего с Игорем Анатольевичем. Поэтому я хочу сказать, что вот здесь всегда абсолютно поддержка идет, вот то, что касается в плане, вот, значит, детей, улучшения какой-то ситуации, помощи по каким-то конкретным вопросам. Ну и, конечно, значит, в общем-то, понятно, что определенные люди потом начинают уже отрабатывать и работать в этих направлениях. Конечно, вот, допустим, от Митрополии вот очень мы сотрудничаем с Игуменом Феодосием. И, в общем-то, я хочу сказать, что это вот тот батюшка, который, наверное, как бы всегда очень проникает во все вот какие-то проблемные вопросы, всегда готов прийти на помощь. Ну и, конечно, мы очень много делаем совместно, это и посещение, значит, Архангельской воспитательной колонии, и, в общем-то, встречи вот там вот с подростками, которые там находятся, и проведение различных мероприятий, тоже это совместно мы делаем. Рождественские встречи у нас стали регулярными. Мы проводим, стараемся в октябре месяце проводить тоже такое мероприятие в воспитательной колонии «Здравствуй, мама, святое имя Твое». То есть вот это именно связано, значит, чтобы посещали как можно больше родителей, не забывали своих детей, которые находятся в настоящее время вот в колонии. И поэтому, конечно, мы проводим и другие мероприятия. Вот мероприятие, которое мы проводили по, значит, православной литературе, конечно, оно тоже нашло свой отклик. Здесь мы совместно его проводили, значит, вот именно с храмом Александра Невского. Начали с округа Воравина-Факторий, но потом подключили, конечно, и в целом области. Здесь Министерство образования и науки Архангельской области тоже пошло нам навстречу. И, в общем-то, такие мероприятия прошли там и по ряду, значит, уже муниципальных образований Архангельской области. Поэтому я хочу сказать, что вот все мероприятия, конечно, это труд вот как бы многих-многих людей вот совместно, как бы решающих какую-то провести. И здесь вот я еще раз говорю, что я благодарна всем без исключения и средствам массовой информации, и вам лично, потому что вы освещали эти наши мероприятия. Это очень ведь важно, поскольку если, допустим, вот просто так провести, и мало кто об этом знает, конечно, это тоже как бы, в общем-то, замкнутый круг людей. А когда больше, шире, это уже, конечно, здорово. И вот я хочу сказать о том, что вот именно по православной книге, по русскому языку, значит, сегодня много идет разговора об этом. И вот я сейчас буду, у нас будет большой форум «Дети России. Будущее» в Калужской области, который проводит уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павла Алексеевича Стахов. И вот там вот я как раз буду являться модератором секции по духовно-нравственному воспитанию. Еще переносим это все и на другие площадки, которые, в принципе, идут уже и в других регионах нашей страны. Завершая нашу программу, может быть, такой традиционный вопрос о ваших ближайших планах сотрудничества, проектах. Ну, я хочу сказать о том, что, во-первых, значит, у нас мы будем обязательно продолжать вот все то, что мы начали уже. У нас, значит, очень неплохой опыт наработан сотрудничество с Северным Арктическим Федеральным Университетом в плане правовой школы детей по морю. Сейчас вот мы уже тоже запланировали ряд мероприятий, хотя и до этого мы их проводили, но это было не в рамках соглашения, а просто вот такие разовые мероприятия с Северным Государственным Медицинским Университетом. Сейчас мы уже говорим о том, что мы будем шире и больше, значит, в общем-то, это взаимодействие использовать, потому что в интересах, прежде всего, наших детей. Ну и, конечно, вот, значит, развитие службы уполномоченных по правам ребенка в нашей Архангельской области в муниципальных образованиях оно сегодня уже имеет место быть. У нас 11 уполномоченных муниципальных образований, но вот очень бы хотелось, чтобы это движение шло вперед, чтобы больше и больше внимания мы все равно могли обратить на детей. Дорогие друзья, мне кажется, что только очень заботливый, болеющий сердцем человек может справляться с такими задачами, которые непрерывно возникают в ходе работы уполномоченного. В одном из материалов я встретила такую впечатляющую цифру, более тысячи обращений в год к детскому правозащитнику регистрируются, на которые непременно нужно ответить и обязательно помочь. Ольга Леонидовна, я желаю вам сил, здоровья, многих и благих лет жизни в вашем нелегком труде и на ваших высоких постах, в том числе матушки. И благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо большое. Всего вам доброго, дорогие телезрители. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok